Итак, срочные новости. Кремль назвал причину отмена переговоров Путина и Трампа во Франции. В Париже опасались, что встреча отвлечет внимание от торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Причиной отмены полномасштабного саммита президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября стали опасения французской стороны о том, что саммит отвлечет внимание прессы и публики от запланированных на тот же день торжеств, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны. Об этом журналистам в среду рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, свои опасения на этот счет французские партнеры активно доводили и до российской, и до американской сторон. И с учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита G20, пояснил помощник российского президента. Сейчас у России и США есть договоренность о краткой встрече Путина и Трампа в Париже. Очевидно, беседа состоится во время ланча, который президент Франции Эммануэль Макрон планирует устроить в Елисейском дворце, предположил Ушаков. На этом ланче, помимо Путина и Трампа, ожидается около 50 глав государств и руководителей правительств, принявших приглашение Макрона. После краткой встречи Путина и Трампа в Париже будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в конце ноября в Буэнос-Айресе, сказал Ушаков. По словам помощника Путина, саммит в Буэнос-Айресе уже готовится, мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи и, очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов. Из слов Ушакова следует, что в Буэнос-Айресе не планируется беседа двух президентов с глазу на глаз, как это было в июле в Хельсинки. Они будут говорить в присутствии своих делегаций. Планов принятия итоговой декларации или подписания каких-либо документов по итогам встречи пока нет, ответил журналистом Ушаков. Встреча Путина и Трампа в Париже должна стать первым звеном в целой цепочке их контактов, которые обсуждались во время недавнего визита в Москву, советника президента США Джона Болтона, следует из слов Ушакова. Вслед за встречей в Буэнос-Айресе обсуждалась возможность организации двусторонних визитов президентов, отметил он. Ушаков напомнил, что Трамп ранее говорил, что хотел бы видеть Путина в США в начале 2019 года, но конкретно эта тема еще не обсуждалась, отметил он. Путин и Трамп пересекались уже три раза, но полноценные переговоры были только однажды, летом 2018 года в Финляндии. Следующая полноформатная встреча должна была состояться в воскресенье во Франции, куда мировые лидеры приедут на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Но в начале ноября Трамп сообщил, что запланированная встреча вряд ли состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял изменение планов очень насыщенной повесткой, которая делает проведение переговоров затруднительным. Коммерсант со ссылкой на европейский дипломатический источник писал, что отменить переговоры Путина и Трампа попросил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы они не затмыли подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально, как это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король Солнца» еще жив, но, как говорится, «Селави», утверждал собеседник издания. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. Мы будем следить за самыми последними новостями.